Хорошо. Итак, вообще есть по-английски такой термин neoblader, как бы новый. Я, в общем, предпочитаю заменитель мочевого пузыря, потому что если мы его так вот по-английски произнесем, и пациенты будут, о, у меня будет новый мочевой пузырь, о, здорово, мне заменят. Нет, это не заменить, это нечто вместо мочевого пузыря предлагаем, то есть, в принципе, это будет совершенно другое, то есть, конечно же, он никогда не будет таким же, как естественный мочевой пузырь, но если мы внимательно будем выполнять многие условия, в принципе, условия жизни могут быть такими же. Итак, во-первых, нужно обязательно выбирать особенно тщательно пациентов, не должно быть ни на каких почечных или других нарушений. Если у кого-то было недержание мочи еще до операции, то тогда вряд ли это может быть хорошим решением. Вот среди женщин, например, если у них уже были какие-то проблемы или же уретра была исечена или удалена, лучше ничего не станет, не надо пытаться. То есть, нужно действительно выделять пациентов, которые сами могут порожнять мочевой пузырь моложе 75 лет обычно, вот это как правило. Но в самом начале не надо далеко как бы вот расширять эту группу пациентов, потому что вам важно сохранить репутацию. И я считаю, что еще в России, например, важно отобрать этих пациентов и в первый год вести наблюдение каждые три месяца, далее после этого каждые шесть месяцев, а затем уже через несколько лет раз в год. Это обязательно. Если мы не исследуем, не наблюдаем проактивно за нашими пациентами, то тогда я гарантирую, что все пойдет не так. И очень часто людям трудно это понять. Хирурги, они как бы снимают перчатки, заканчивают и говорят, о, ну все, теперь уже природа сама позаботится. Нет, радикальная цистоктомия, ну все, памперами будут пользоваться, все, сами там разберутся. Но вот в этом случае нужно проактивно как бы вперед на будущее осуществлять мониторинг за пациентом, потому что от септицимии можно вообще умереть. И поэтому не нужно надеяться, что станет все лучше или хорошо, потому что завершение хирургического вмешательства – это как бы начало осложнений. Так что обязательно нужно постоянно обследовать. Дальше обязательно нужно следовать таким всем указаниям для постоперационного ухода. Далее, если вы анестезиолог или ваш анестезиолог, у него должны быть специальные знания в этой области. Почему? Потому что каждое лекарство ваш анестезиолог здесь, в Петербурге, в Москве, в Швейцарии, где угодно, все эти лекарства, которые они дают, это все привозит к разжижению жидкости, и это проводит к понижению кровяного давления. То есть каждый анестезиолог, что-то происходит, начинают они вот эту анестезиологию. И что? Мы постоянно подкачиваем воду, воду, раствор, то есть литр жидкости до операции. А пациенту не нужна эта жидкость. Нам необходимо, наоборот, противодействовать вот этому. Поэтому очень важно с анестезиологом тщательно работать. Нужно обеспечить тонус в сосудах. А иначе, если мы это учитываем, то тогда у нас будет меньше и кровотечения, и не нужно будет переливания крови. То есть эпинефрин ни в коем случае нельзя через капельницу постоянно подавать. Мы печатали все эти информации, и мы рандомизированные исследования проводили и так далее. Но, тем не менее, это все и так понятно. Даже без исследований нужно четко просчитывать количество жидкостей, и нужно обеспечить тонус в сосудах. И тогда на периферии будет меньше подтекания. И если вы вскроете часто пациента, то вы видите, что там подтекают кровеносные сосуды. А вы тогда используете полярный инструмент, и что? И тогда это еще хуже всю станцию. Значит, очень внимательно поляр используется для более крупных сосудов. Итак, если эпинефрина не используется, то тогда у нас меньше срок после операционной реабилитации. Все это действительно очень важно, гораздо более важно, чем использование робота. Ну, хорошо, у нас есть робот, у нас уже много лет этот робот есть, но на самом деле главное решение принимает хирург, а не робот здесь имеет важное значение. И еще, значит, что нам важно, необходимо, как я уже только что вам показывал и объяснял, необходимо нервосберегающую операцию проводить. А если вы не можете этого обеспечить? Можно хотя бы попытаться. Так нет, не делайте этого, просто не делайте. Если не можете выполнить нервосберегающую операцию, как я уже говорил, а я ведь говорил, насколько это важно, вообще не занимайтесь этим. Вот ко мне пришла молодая пациентка с проблемами после цистоктомии по поводу рака мочевого пузыря. И ей сказали, нет, нервосберегающая операция невозможна, потому что нужно удалять также матку. И вот ей поставили такой специальный контейнер, и вполне, вполне, у нее все хорошо. Она здесь делала что-то вроде пирсинга, и, в общем-то, даже этим гордится. Вот еще одна пациентка, прекрасная, как будто бы нетронутое тело. Многие говорят, ага, она же молодая, как мы ей установим вот этот вот мешок отводящий? Так нет, они вполне к этому приспосабливаются. По поводу резервуара, давайте я повторю, что уже более 200 лет известно сообщающиеся сосуды. Вот этот принцип, да, если вы сшиваете два края, у вас получается такой новый резервуар, но в итоге длина будет в половину меньше, чем изначальные 40 сантиметров. Тем не менее, поскольку диаметр будет больше, в общем, вдвое больше, не один, а два сантиметра, то объем, емкость будет в два раза больше. То есть один и тот же участок кишечника, но емкость в два раза больше. Однако это неправильно, и повторяю еще раз, во многих лапароскопических роботизированных операциях выполняется резервуар такого типа и в Германии, и много где еще. Тем не менее, повторяю, это не оптимальный вариант. Вам нужно вот таким образом, да, сделать резервуар, пересечь его вот таким образом и согнуть таким образом, чтобы он был похож на бейсбольный мяч. В этом случае длина будет всего 10 сантиметров, однако он состоит из четырех сегментов, диаметр составляет 4 сантиметра, и объем будет здесь еще больше, чем вот у этой трубки нового резервуара. Это фактически физика, вы можете верить в нее или нет, однако она существует, это простая физика. Но более того, еще важно, что не только объем одувается в этом случае, но и конечное давление, то есть при наполненной емкости, а давление равно натяжению, да, натяжению, то самое натяжение стенки кишечника, которое говорит пациенту, ага, пора, пора опорожнить. Но это натяжение делится на диаметр, то есть, простите, на радиус, и таким образом вы получаете давление. В итоге конечное давление здесь составляет половину, а здесь всего четверть от натяжения резервуара. Вы можете не верить. Пожалуйста, подходите, давайте поговорим, я с удовольствием с вами об этом подискутирую. Но, тем не менее, это физика, законы Лапласа, так что поверьте мне, если у вас резервуар сферической формы, емкость будет минимальна, при этом площадь поверхности тоже минимальна, однако давление самое оптимальное. Теперь при таком резервуаре не разворачивается слизистая оболочка, нельзя разворачивать слизистую оболочку, не используйте степлеры, и хоть даже при выполнении роботизированной или релопароскопической хирургии это не оправдание для применения вот этих вот скрепок, да. Из скрепок сделан, например, Олимпийский стадион в Пекине, и таким образом он никогда не рухнет. Но вы при использовании степлеров теряете объем, теряете объем и много чего еще. Далее, мочеточники. Необходимо резервировать высоко, на высоком уровне. Если у вас карцинома мочевого пузыря, то вероятность рака мочеточников составляет 70%. Кроме того, лимфатические протоки при эвазивном раке, не забывайте, что они проходят вдоль мочеточников и доходят вот до этой области. Здесь сосредоточено большинство лимфатических узлов, и, соответственно, в них возможны метастазы. Если вы оставляете длинную порцию мочеточников, а отрезаете их только здесь, будет риск ишемии, поскольку кровоснабжения уже нет, сосуды здесь разрезаны. Тем самым, чем короче будет мочеточник, тем меньше вероятность ишемии и связанного с ней сужения. Это афферентный трубчатый сегмент. Вот как раз кусок кишечника. Таким образом это все выглядит. И если возникает проблема, например, с возвратным нервом, тут уже поделать ничего нельзя, это уже все готово. Это большое преимущество. Анастомоз, нет рефлюкса, нет антирефлюкса, никаких вот этих сосочков, никаких манжеток, просто шов. Обычный циркулярный шов – это самый лучший способ уравновесить натяжение стенок. Если же вы делаете прерывистый шов, то вы неминуемо разрушаете ткань под ними, и возникают протечки, возникает зона истечения жидкости. Люди говорят, так при этом же возник рефлюкс. Тогда посмотрите сюда. Вот цистограмма. В мочевом пузыре контрастное вещество. Здесь была нефростомия, да? Вот все данные пациента. Это брюшная полость, это почечный отдел моего таза, это мочевой пузырь. Мы видим, что пациент сейчас кашляет, да? Довольно сильно кашляет. Мы просим его напрячься, покашлять, и тем не менее, контрастное вещество не идет наверх. Почему? Потому что давление в мочевом пузыре и давление в почечной части малого таза, а также вообще все внутрибрюшное давление, оно все при этом повышается. И даже если вы вот так вытягиваетесь и что угодно делаете, в почках будет высокое давление, и в мочевом пузыре будет высокое давление, вы можете кашлять сколько угодно, тем не менее, контрастное вещество вы тем самым наверх никак не подтолкнете. Это важно знать. Вот это три давления. Да, теперь давайте мы наполним резервуар. Опять же, кашель, кашель. Оп, сильнее. Сильнее. Видите, как давление возрастает во всех трех емкостях, но при этом контрастное вещество никуда не перемещается. Если посмотреть на пациента снаружи, вот зажим, вот возрастает давление в мочевом пузыре, но не возрастает в почках, потому что здесь вот этот водяной столб, он в каком-то месте прерван. А теперь мы делаем совершенно глупую вещь, не делайте этого никогда. Мы переполняем систему. Это очень опасно для пациента. Но я просто хочу один раз вам показать. Что при этом делает матушка природа? Перистальтика снова возвращает жидкость назад. Это динамическая система, предотвращающая рефлюкс, антирефлюкс. Поэтому пациент не должен пугаться. Даже если полностью не опражняется мочевой пузырь, инфекция не поднимается наверх. А на стомоз между резервуаром, это новым, и уретры, не делайте вот так. Многие боятся, что не смогут довести все до низа, поэтому делают небольшую трубочку. Однако это не работает. Почему? Потому что если взять кромку резервуара и кромку пузыря, она вот. Есть в Петербурге прима-балерина с ортотопическим мочевым пузырем. Но представьте себе, что она устает и спускается. Так то же самое происходит с этим резервуаром. он не сохраняет одну и ту же форму. Поэтому вот этой ситуации не надо допускать. Все будет перемещаться либо в одну сторону, либо в другую. Кроме того, этот новый пузырь должен обязательно плоско лежать на тазовом дне. Что если мезотериальная часть слишком короткая? Прежде всего, уберите сигмовидную кишку за корнем этого пузыря. Да, вот, смотрите. Видите? Следующий этап убрать малую кишечную петлю. Вот, видите, работает. Вот он опускается. А главное, после того, как вы брали кишечную петлю, поставьте руку высоко за резервуар, а вторую руку спереди него. Средняя часть подвздошной кишки примерно вот на эту область, да? И обеими руками вместе вот сюда его перемещаете, да? В принципе, больше ничего сделать нельзя. Тут расстояние будет довольно большим. И это важно. Кто-то помещает салфетки в брюшную полость, да? Убирает петли кишечника. Но крайне важно именно опустить этот пузырь. Также можно поиграть с расположением стола. Наверное, это слишком, конечно, потому что так вам так вы не сможете нормально видеть, что происходит. Но в самых сложных запущенных случаях после выполнения швов вы вполне можете и повернуть таким образом стол. Еще что важно. Здесь проходит эндотазовая фасция простите, фасция доннвилье. сфинктера. То есть этот новый пузырь нужно как-то к ней закрепить и совсем чуть-чуть убрать сфинктера. Не берите слишком много, не захватывайте слишком много сфинктера, потому что иначе вы сфинктер повредите. А функциональная длина станет еще меньше, поэтому не захватывайте слишком большую порцию сфинктера. Тем самым вы укоротите, уменьшите функциональную длину. Итак, задняя поверхность фасции доннвилье. Далее легируем к сплетению санторини. Вот здесь связка соответствующая проходит. Еще раз, захватывайте совсем небольшую часть сфинктера, но прикрепляйте его вот сюда, пришивайте к этой белой линии. Что касается боковой поверхности, тоже захват должен быть минимальным, да, немножечко переднее уретро, но как следует пришить надо к сплетению санторини. Далее, после удаления катетера, это тоже крайне важно. Как нам ввести пациента после удаления катетера? Вы же сами оперировали, да, вы за это несете ответственность. за все, что за этим последует. Прежде всего, нужно объяснить пациенту, как опражнять мочевой пузырь, чтобы ничего не оставалось, да, у вас была радикальная простатоктомия, убираете катетер и говорите, идите, попробуйте, идете с пациентом вместе в туалет, он садится, расслабляется, чуть-чуть начинает, да, чуть-чуть начинает напрягать живот, как будто бы у него плотный стул. Если проблемы, то катетер ставим на ночь и на следующее утро пробуем снова. Далее, второй пункт. Моча должна быть стерильной. У пациента были и стенты, и катетеры, и дренаж, вполне возможна инфекция в моче. Если это так, нужно обязательно прилечить его антибиотиками. Неправильно думать, что, ах, ведь мочевой пузырь сделан из кишки, а в кишке всегда есть бактерии. В тонком кишечнике нет псевдомонад и нет других бактерий, там только анаэробные бактерии живут, поэтому тонкий кишечник защищается довольно успешно от всех инфекций. Однако инфицированная моча будет продуцировать слизь и вызывать повышенную активность бактерий снаружи. Поэтому каждому урологу известно, стерильной мочи не может быть, если есть остаточная моча после мочеиспускания. Так что наше второе правило это стерильная моча. Далее упражнение для сфинктера. Просто помещаете туда палец и просите пациента его сжать. А потом расслабить. И еще раз. И 10 раз подряд. Но сначала в положении стоя, обязательно тренировка анального сфинктера, и в положении сидя. Это уже сильно помогает. Также нужно объяснять пациенту, что нужно как следует выдавливать мочу из уретры. Что нужно обязательно дважды за ночь ставить будильник, потому что теперь он не чувствует наполнения мочевого пузыря. Он почувствует уже, когда станет мокро. А почему он ничего не чувствует? Потому что на самом мочевом пузыре были нервы. И когда он наполнялся, сначала был сигнал сфинктеру на закрытии, далее рефлекторный сигнал посылался, его больше нет из-за радикальной простатоктомии. Рефлекторные дуги от сфинктера больше нет. Кроме того, возможно, здесь повреждены нервы. А главное, рефлекс в мозг уже не доходят, рефлекторный ответ. То есть ничто больше не указывает, что мочевой пузырь наполнился. Именно поэтому необходимо дважды ставить будильник на ночь, через 3 часа, через 6 часов. Дальше, конечно, можно как-то регулировать эти будильники, если пациент все время посыпается мокрой. Да, может быть, там 2 часа, может быть, наоборот, 4 часа, в зависимости. И, кроме того, необходимо провести анализ венозных газов и, возможно, назначить бикарбонат натрия. Это сода, это очень дешево. Почему? Потому что моча в пузыре через 2 часа ее кислотность настолько высокая, что уже кислоты начинают попадать в кровь. Поэтому обязательно сода. Еще важно, это, кстати, причина многих проблем, еще важно перемена осматических характеристик мочи. сначала она высокоосматическая и далее как это можно изменить? Можно добавить соль в сыворотку и тем самым изменить этот параметр, потому что пациент теряет соль, а значит, нужно поощрять его к потому что весь соленый. Чтобы он ел еду соленую и тогда ее больше остается. И сейчас, на самом деле, очень много обсуждений происходит, потому что все же говорят, и пациенты, и еще жена говорят, ой, нет, тебе много лет не нужно. Врачи всегда говорят, что не нужно есть много соли. Но как раз для этих пациентов важна соленая еда, иначе у них будет серьезный синдром и они еще более будут, у них повышаться кислотность и вот эти результаты уже будут действительно отрицательными. И еще нужно обязательно обсуждать с пациентами осенью, на ночь, не нужно пить много. Почему? Потому что насыщение происходит, и жидкость из тела, она разбавляет, разбавляет и снова изменяет вот эти астматические свойства мочи. И почему? Как мы можем это все доказать? Вот на этом графике мы видим, что со временем повышается, повышается, потому что чем больше времени проходит, тем больше у нас мочи и еще жидкость из тела поступает. И мы вечером вот эти пациенты должны пить, и они обязательно должны до тысячи миллилитров за ночь производить мочи. Также объясняйте пациентам закон Лапласа. Смотрите, резервуар небольшой. Можно свет включить сейчас? Можно свет включить? Свет включите, пожалуйста. Свет в аудиторию можно? Так, время у меня еще есть. Обязательно нужно объяснять закон Лапласа. Мы говорим, что теперь резервуар у вас маленький. Это как воздушный шарик, представим. Смотрите, когда резервуар маленький, вот мы его надуваем, давление высокое. что это означает? Что подтекание происходит, как воздух выходит из воздушного шарика. И так как у нас небольшая мощность, небольшой объем вот этого резервуара, будет подтекание. А чтобы быть сухим, необходимо увеличить резервуар. Каким образом? Когда вы не идете в туалет, а чуть подождете, подождете, когда вы ждете, давление увеличивается. И что у нас получается? Вот, у нас постепенно увеличивается объем резервуара, то есть процесс идет активный. И теперь уже проще надувать, потому что, помните, я говорил, что вот это конечное давление, оно низкое. И теперь у нас есть натяжение стенок, и пациент чувствует, ага, теперь мне нужно идти в туалет. И у нас будут счастливые пациенты, довольные, все будут счастливыми и довольными, но это должен быть активный процесс. Необходимо объяснять обязательно, что два часа должно пройти, даже если у вас такие позывы, все равно ждите потом два с половиной часа, потом и три часа. Вы постепенно увеличиваете объем резервуара, еще раз повторяю, это активный процесс. Если вы не проделаете такую подготовку, не проведете, не объясните ему достаточным образом, то тогда он уже будет мокрым всю свою оставшуюся жизнь. Держание мочи, как мы уже говорили, определенный объем важен, также стерильность мочи, 10% примерно пациентов приходят уже с инфицированной мочей. Знаете, почему? Инфицированная моча означает, что до этого у них было держание мочи, потом далее возникает инфекция, и у них недержание мочи, и это на самом деле очень хорошее подтверждение, что это вызваны бактерии, бактериальные инфекции, но если мы лечим инфекцию, то после такого лечения мы видим, что снова у пациентов полное держание мочи, так что если беспокоят пациентов недержание, то, во-первых, это вот мощность, объем резервуара, а во-вторых, это инфекция, итак, если есть инфекция, мы всегда задаем вопрос, каждый уролог задает свой вопрос, есть там остаточная моча, значит, мы с одной стороны говорим, что не ждите больше четырех часов, мы не хотим, чтобы переполнялся резервуар, тогда это может грыжам каким-то приводить, можно немного света, то мне вообще ничего так, да, или если же вот такое происходит мейнодоскопом, можем посмотреть, да, вот этот вот, мы видим переднюю стенку, да, посмотрите, у нас здесь концентрическое такое повреждение, а вот у нас снова рост, здесь кто-то оставил кончик простаты, не надо его оставлять, почему, потому что тогда это может привести вот к такому перекрыванию, это все из-за остаточной мочи, да, вот если такое перекрывание происходит, то еще же силы тяготения тоже влияют, как часто это все происходит, но в принципе в первые 10 лет 23% пациентов у них были вот такие проблемы с отверстием, да, далее через 20 все-таки 12%, но порядка трех третий процентов они накапливают эту остаточную мочу, и в США например они катетер, они катетер CIC водят, это половина пациентов пользуются таким, а это плохо, не нужно это в таком количестве, почему, потому что наиболее часто это пролапс слизистый, да, или какие-то стриктуры, это могут быть какие-то ретральные стриктуры, это все можно вылечить, это можно вылечить эмбулатурные операции, вот смотрите, вот одна петля, вот подместная анестезия это происходит, да, и вот эта вот стриктура может быть излечена, и здесь опять-таки в чем хорошая новость, что да, 30 процентов пациентов в какой-то момент у них появляется остаточная моча, да, и очень часто это инфицированная моча, но можно это вылечить, а если мы это сделаем, то тогда не нужно сразу им вот этот катетер устанавливать, да, потому что через каждые смотрите цифры, то есть с годами ситуация не улучшается, то есть вот эта вот катетеризация в основном вот у женщин, вот около 7 процентов всех пациентов, то есть это совершенно на другие цифры, так мы видим результаты по держанию мочи, то есть нет у нас подтекания более чем 1 децилитр, да и вот потеря, вот мы видим, что 1 процент, 2 процента с ходом времени, вот 3 процента в течение 20 лет, это ночью мы видим, что немного похоже, но даже в этом случае, даже если они не совсем сухими просыпаются, но все равно просыпаются они утром не в бассейне, оно слегка просто влажно, и так это конечно все связано с почечной функцией, но это все требует проактивного такого менеджмента, управления, и обязательно нужно тщательно работать, и результаты в целом демонстрируют, мы видим, впечатляющие. Необходимо проводить осмотры регулярные всех этих пациентов, и тогда вы обеспечите длительные результаты, и это касается и почечной функции, и поражения мочевого пузыря, и так далее, но, как я уже повторяла несколько раз, нужно активно заниматься уходом за пациентами после операции. Вот есть такая публикация, буклет, и хочу подтвердить, вот меня уже задавали вопрос, я никаких денег не получила, мне предлагали какие-то комиссионные, а я сказала, нет, я это сделал для вообще сообщества врачей и пациентов, вот здесь все подробно изложено. Пожалуйста, у нас такой назидательной лекции, даже двух, есть ли вопросы аудитории? Редкая возможность. Пожалуйста. Микрофон возьмите, чтобы была возможность перевода. Глубоко уважаемый профессор, я надеюсь, выражу мнение всего зала, очень почтенно, что мы сегодня вас слышали, и пользуясь случаем, хочу задать вам один вопрос, сугубо практически, но он в плане ортопической пластики, у меня один пациент есть, 68 лет, плоскоклеточный рак мочевого пузыря, немышечно-инвазивный, единичный метастаз, подтвержденный ПТКТ в легких, менее сантиметра. Таракальные хирурги атипическую резекцию легкого сделали, плоскоклеточный рак показали, при иммунно-гистохимическом исследовании единичный метастаз, больше очагов нет, пациент с полным держанием мочи, имеет ли смысл проводить цистоктомию с ортопической пластикой? Спасибо. Хороший вопрос. Но нет такого ответа, да, делайте или нет, не делайте. Во-первых, очень редко бывает, когда у нас неинвазивный рак, но при этом метастазы, я правильно понял, что там метастазы были? Это очень трудно себе представить, но я думаю, что здесь произошло, что во время ТИОР вену, наверное, повредили, открыли, и вот эти клетки, клетки опухоли, они попали в сосуды, и они вот туда перешли, да, в эту зону. Я помню, что у женщины одной, да, у пациентки, у нее тоже были какие-то метастазы, но если цитология отрицательная, если больше нет в мочевом пузыре никакой опухоли, ну, не знаю, я считаю, что вы не можете повысить шансы выживания этого пациента, просто удалив мочевой пузырь, в котором сейчас нет раковых клеток, да, но при этом вы, что, как вы будете обсуждать это с пациентком, то есть, могут же быть еще, да, помимо легких или же в каких-то лимфоузлах, да, то есть, куда там это все попадет, знаете, то есть, трудно объяснить, то есть, одно дело объяснить пациенту, что, да, могут быть метастазы, и потом он от этого умрет, но просто взять и сейчас удалить мочевой пузырь, в котором сейчас нет рака, да, может быть, в малом тазу нужно лимфодоктомию провести, да, но так как вот эти клетки распределились, скорее всего, по кровеносным сосудам, да, потому что это же был неинвазивный рак, то есть, вряд ли по лимфотокам это перешло, да, то есть, вот это высокое давление, да, может быть, вот как раз благодаря этому и попали все вот эти раковые клетки в кровь. Уважаемый профессор Штудер, большое спасибо за Вашу прекрасную презентацию, я продолжу на русском. Первое, Вашей первой лекции. Есть распространенное мнение, что лимфодисекция ухудшает сексуальную функцию, ретильную функцию, в частности, удаление лимфатических узлов из пресакральной зоны, тазовое сплетение. Что Вы думаете по этому поводу, насколько Ваш опыт, Ваши данные подтверждают это мнение? Ну, во-первых, вот это удаление лимфоузлов, если мы повреждаем вот эти симпатические нервные окончания, помните, я Вам показывала это все подробно, вот именно в этом проблема, то есть, если мы отводим назад, ретро, и там это происходит. Далее, второе, эрекция обеспечивается парасимпатической нервной системой, а парасимпатические нервные окончания от С2 до С4, так, может быть, я найду как раз, так, вот эти парасимпатические нервы, их нельзя, в принципе, они не должны повреждаться во время сечения лимфоузлов, но при этом еще есть кровь, да, поступает вот в этот вот узел нервный, где сосредоточены нервы и кровеносные сосуды, может быть, вот этот кровоток каким-то образом повреждается, но понятно, что в этом возрасте уже эректильная функция, она несколько в другом, да, на другом уровне, чем в 20 лет, но я считаю, что в малом тазу, если правильно сделано вот это сечение лимфоузлов, то ничего не должно измениться в области эректильной функции. Спасибо.